Привет, друзья! Вы на канале Дневники Хирурга. С вами на связи врач-хирург Кутепов Денис. Первая категория, стаж работы 9 лет. И сегодня поговорим на такую тему, как нужна ли операция при грыже? Грыжи живота. Это пупочные, послеоперационные, вентральные, паховые грыжи, ну и различные другие. Так вот, обязательно ли необходимо их оперировать? Есть ли какие-то другие методы консервативного лечения, либо какие-то упражнения, либо ещё что-то? А может, можно жить с грыжей? А может, можно носить какой-то бандаж, и всё пройдёт? В общем, куча вопросов порой возникает у пациентов, так называемых грыженосителей, то есть людей, у которых есть грыжа. И сейчас все эти вопросы мы с вами разберём. Камера, мотор, погнали! Ну что ж, казалось бы, что этот вопрос простой, и с точки зрения хирурга вообще такого вопроса, в принципе, возникать не должно. Но в головах, даже у врачей других специальностей, творится какой-то сумбур по этому поводу, недопонимание. А что уж тут говорить о простых людях, не сведущих в медицине и в хирургии тем более. Поэтому я и решил разобрать этот вопрос. Ну что ж, начнём с главного вопроса, нужна ли вообще операция при грыже какой-либо, живота или паховой грыжи. Дело в том, что эта операция, так называемая грыжесечение, это плановая операция, и она выполняется, как правило, по желанию пациента. То есть, если у вас грыжа без каких-либо осложнений, никакой доктор, там, хирург не схватит вас за руку, либо не будет настаивать, что обязательно необходимо, всё, срочно давай оперироваться. Нет, как правило, доктора объясняют, рассказывают всю суть ситуации, а пациент уже решает сам. Ну а когда выбор предоставляется самому человеку, естественно, многих этот выбор очень пугает и вызывает какие-то затруднения, непонимания. Что же выбрать? Как так? Доктор сказал, решайте сами. Думайте сами, решайте сами. По желанию, соберётесь, придёте. Ну и раз он так как-то неубедительно сказал, может быть и не стоит тогда. Похожу с грыжей, когда заболит прям сильно, когда вот она уже не будет давать жить, тогда приду оперироваться. Многие думают так. Да, действительно, грыжу оперировать не обязательно. В принципе, это дело ваше. Кто-то хочет, кто-то не хочет и живёт с грыжей всю жизнь. Но какой же выбор правильный? Правильный выбор, конечно же, в сторону операции. Во-первых, операция это довольно-таки несложная. Ни для хирурга, ни для пациента. Тем более, если проводится она на ранних этапах. То есть, когда грыжа ещё маленькая. Там, в принципе, вообще работа-то на 20-30 минут. Ну и несколько дней полежать потом под наблюдением врача, поделать перевязки и уйти домой. А в некоторых случаях, в некоторых клиниках уже даже внедрена практика амбулаторных операций при грыжах. При небольших, вот именно, конечно же, грыжах, которые не требуют наркоза, делаются под местной анестезией. В таких ситуациях вообще пациент приезжает, оперируется и уезжает домой. Потом дома несколько дней перевязки и на седьмые сутки снимаются швы и всё. Стоит ли из-за этого разводить какую-то проблему и годами думать, решаться, нужно ли, не нужно ли делать операцию, страшно? Да ничего тут страшного нет. Это обычная, рядовая, простая операция. Едем дальше. Что же может быть, если всё-таки не оперировать грыжу? Может ли она рассосаться, либо зарасти? Возникают такие вопросы у пациентов. Нет, друзья, грыжа это дырка. Дырка в апоневрозе, в твёрдой оболочке живота. Если она появилась, она затянуться самостоятельно, рассосаться как-то, она уже не может. Всё, что будет в дальнейшем происходить с грыжей, это, во-первых, её рост, увеличение размеров. Тут у всех по-разному. У кого-то идёт быстрое интенсивное увеличение размеров грыжи, у кого-то там она по полсантиметра в год растёт. Но растёт, как правило, она у всех увеличивается. То есть, чем больше вылазит кишка, либо какие-то внутренние органы, сальник, через вот эту дырку, сформированную в твёрдой оболочке живота, тем, естественно, шире и шире становится эта дырка. То есть, как протоптанная дорожка, можно сказать, она становится. Чем больше мы ходим по какой-то тропинке, тем более шире, протоптаннее она становится. Итак, грыжа будет расти 100%. Дальше, что ещё? Какой неприятный момент? Вы постоянно живёте, как на пороховой бочке, если не оперируете вашу грыжу и живёте с грыжей. Почему? Потому что она может в любой момент ущемиться. То есть, в дырку вот эту, сформированную в твёрдой оболочке живота, выходит кишка. И в какой-то момент это может быть какое-то натуживание, наклон, неправильное движение, подскользнулся, потянул ногу. Ну, то есть, очень много механизмов. Может быть, даже бывает и во сне, даже она ущемляется. Вот. Выходит кишка, какое-то резкое напряжение, и грыжевые ворота спазмируются, смыкаются, и всё. И кишка ущемляется. Это, друзья, уже экстренное состояние. Если такое произошло, нужно срочно вызывать скорую, ночь, полночь, где бы вы ни находились, и ехать на операцию. Это не очень-то приятно, потому что такая ситуация может вас настигнуть в любом месте, в любое время. И представьте, например, в другой стране, и при каких-то неудобных обстоятельствах придётся искать хирурга, искать больницу и ложиться срочно на операцию. Это может стоить очень много, во-первых, если вы находитесь в других странах. Во-вторых, это вообще, в принципе, неприятно. Жить вот постоянно, как на пороховой бочке, под угрозой ущемления грыжи. Зачем это нужно, когда можно спокойно прийти за полчаса прооперироваться, несколько дней поперевязываться и уйти домой? Я не понимаю, честно говоря, но многие, очень многие так и не решаются, и живут, продолжают жить на этой пороховой бочке. А если вы не обратитесь при ущемлении к врачу, и не сделаете экстренную операцию, тогда просто произойдёт некроз кишки, это пережатая кишка, она ущемлённая кишка, она просто некротизируется, то есть она сдавлена, нарушено питание. Естественно, если в течение нескольких часов её не высвободить, то она некротизируется, умрёт, потом она разорвётся, её стенка, и вытечет всё содержимое, то есть кал вытечет в грыжу, а, соответственно, и в брюшную полость. Это уже очень страшная ситуация, это каловый перитонит, который уже вылечить крайне сложно, даже при операции. И это чревато различными очень страшными осложнениями, с вещами каловыми там различными, вплоть до смерти, до летального исхода. Шутка ли? Зачем так рисковать? Дальше. Есть ли какие-то консервативные методы лечения грыжи? Ну, подумайте сами, если сформировалась дырка, как можно её консервативно ликвидировать? То есть таблетки какие-то от дырки, что ли? Или уколы от дырки? Или что? И какие могут быть консервативные методы лечения? Упражнения от дырки? Да тоже нет. Естественно, если сформировалась дырка хоть где? В любой ткани, хоть в одежде, хоть в человеке. Естественно, если образовалась дырка, ликвидировать её можно только ушив. Зашив эту дырку только так. Что касается ношения бандажа, да, в принципе, пока вы носите бандаж, если это правильный бандаж, то грыжа, в принципе, может не расти. И она может замереть на том месте, потому что бандаж придавливает брюшную стенку, и, естественно, грыжа не вылазит. То есть бандаж не даёт вылезти грыжи, а, соответственно, не происходит расширения грыжевых ворот. Это вот эта вот самая дырка, она называется грыжевые ворота. Не происходит расширения, естественно, грыжа не вылезает, не увеличивается и не может ущемиться. Если она не вылезает, как она может ущемиться? Конечно же, нет. Ну и тут казалось бы, что можно носить бандаж всю жизнь. То есть вместо операции кто-то выбирает вот ношение бандажа. Думает, да я буду носить бандаж, да и всё. Ну, во-первых, вы представляете, что это такое носить бандаж всю жизнь. Это очень неудобно, постоянно ходить с бандажом. И ладно, если грыжа какая-то, ну, вентральная, например, на животе, в верхних отделах живота или пупочная, а если грыжа паховая, там бандаж вообще неудобно носить. Это истесняет движения, это вызывает прение, раздражение кожи. И ещё самый главный фактор, отрицательный фактор длительного ношения бандажа, это атрофия мышц. Если бандаж на животе, то это особенно страшно. То есть происходит атрофия мышц брюшного пресса. Из-за того, что мышцы постоянно сдавлены этим бандажом, как бы нагрузки на них нету, бандаж берёт на себя их функцию. И, соответственно, мышцы находятся в расслабленном состоянии, они не испытывают нагрузку. А всё, что не испытывает нагрузку, конечно же, атрофируется. А атрофия мышц брюшного пресса – это очень плохо. Во-первых, у вас будет дряблая брюшная стенка. Это приведёт к увеличению живота. Даже если у вас нету ожирения, мышцы кора, мышцы брюшного пресса не будут держать внутренние органы. А в брюшной полости есть внутрибрюшное давление, которое нужно сдерживать. Если его не сдерживать, если мышцы дряблые, будет просто пузо вывалиться, будет висеть, даже если у вас нету ожирения. Но это уже как минимум некрасиво. Далее нарушится процесс дефекации, опорожнения кишечника, потому что дряблые атрофированные мышцы, они не будут помогать вам тужиться нормально во время акта дефекации. И, естественно, акт дефекации будет неполноценный, будут оставаться частички кала, то есть неполное опорожнение будет кишечника, и ни к чему хорошему это не приведёт. Это приведёт к запорам, а в тяжёлых случаях даже может поспособствовать формированию рака кишечника из-за застоя вот этого вот каловых масс и всех вредных веществ, которые выделяются при длительном нахождении каловых масс в кишечнике. Так что, друзья, бандаж – это не панацея, и, как видите, имеет довольно-таки много и довольно-таки серьёзные побочные действия. Хотя, казалось бы, вроде ничего такого страшного в нём нет, безобидный бандажик. Ну и последний вопрос, который периодически возникает у пациентов и даже у врачей – можно ли какими-то упражнениями убрать грыжу? Может быть, можно качать пресс, чтобы мышцы стали более мощными и грыжа пройдёт? Нет, друзья, как я вам сказал, грыжа – это дырка. Всё, она сформировалась. Как бы вы ни качали пресс или что-то делали, такое упражнение какие-то на укрепление мышц, ну вы дырку-то всё равно, а дырка-то не в мышцах, а в апоневрозе, в твёрдой оболочке живота, в апоневрозе. И пусть будут у вас мощные мышцы, но дырка – она есть дырка. Единственный способ – это её зашить, повторюсь ещё раз. А если у вас грыжа, и вы будете качать пресс, например, или делать какие-то упражнения, вы можете, наоборот, поспособствовать скорейшему её увеличению в размерах, потому что во время пресса человек тужится, естественно, повышается внутрибрюшное давление, и грыжа вываливается ещё сильнее. И также вы можете поспособствовать скорейшему ущемлению этой грыжи, опять из-за напряжения мышц. Так что, друзья, резюмируя всё сказанное, операцию при грыже делать нужно, это не страшно, лучше делать это на ранних стадиях, как у вас только маленькая-маленькая грыжа появилась. Будет легче и для хирурга, будет легче и для вас. И в конце хочу сказать такую фразу, которая распространена среди хирургов, чем чаще мы делаем операцию грыжесечения днём, тем реже приходится её делать ночью. Ну что ж, друзья, надеюсь, информация была для вас полезна и интересна. С вами на связи, как всегда, врач-хирург Кутепов, первая категория, стаж работы 9 лет. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Видео будет много, все они интересные и ценные. Также пишите комментарии, очень интересно порой бывает читать ваши комментарии, и я всегда отвечаю на все вопросы, на все комментарии. Ну что ж, до новых встреч, пока!